всем доброго времени суток вы на канале ну что свяжем я оля мой канал об узорах крючком я рада приветствовать всех новичков и гостей на своем канале добро пожаловать заходить не стесняйтесь гуляйте по каналу смотрите видео и обязательно заглядывайте в плейлисты узорчиков уже очень много чтобы они запутались они собраны небольшие коллекции под названием плейлистов надеюсь видео вам понравится вы ставите свои лайки напишите комментарий не забудьте подписаться на канал чтобы его не потерять и нажимайте на колокольчик так вы узнаете когда на канале появляются новинки своим постоянным зрителям с разных городов с разных стран с разных континентов отдельный привет слова благодарности всем мастерам мастерицам спасибо большое за ваши теплые слова за ваши комментарии за ваши пожелания по сегодня с новым узорчиком и с которым мы уже работали до новички кто еще не работал за нами ниточками хотела попробовать пробуйте смотрите называется они alize angora gold земли моточек конечно уже уменьшился потому что много узорчиков вязали с данных ниточек но смотрите здесь получается в 100 граммах 500 метров с по составу 75 процентов акрил 20 процентов шерсть 5 процентов металлик дальше нам здесь советует производитель берите крючок от двоечки до четверки я том что я уже вязала до знаю свою плотность вязания я вязала данную пряжу крючком номер три а вы подбирайте под свою пряжу да какая у вас будет такая либо либо какая другая пряжа точно также берете открываете аннотацию читаете какой вам советует крючок и подбирайте под себя узорчики универсальны не обязательно вязать именно с такой пряжи который показываю я из любой катая какая у вас есть дома вяжите и так цвет передается на камеру такой же как он есть на самом деле называется 452 идем дальше нам здесь получается советует производитель берите данную пряжу для чего для палантинов для шали для накидок и так далее не ограничивайте себя пробуйте узорчики для кофточек для кардиганчиков будет смотреться шикарно ну что свяжем и так ниточку покажу чуть поближе вот если раскрутить она состоит из трех ниточек акрил шерсть и видите металлик вот ниточка сама по себе интересно и удобно и хорошо вяжется но для новичков вот эти вот ворсиночки вы можете цепляться за них они могут вам тормозить весь процесс поэтому крючок сильно маленький не берите берите средний толщины крючок и заранее продумывайте что вы будете вязать сколько столбиков сколько петелек потому что если захотите распустите либо ошибетесь то распустить будет сложно возможно но сложно и так сегодняшний узорчик называется сборная солянка из нескольких узорчиков поэтому схемки как таковой нету но раппорт узорчика будет равняться 6 петелек и получается я наберу 6 рапортов и один дополнительно столбик до петельку получается 37 воздушных петелек я наберу а вы набирайте как вам будет удобно и так все как всегда в начале петелька фиксации и при наборе петелек мы эту петельку не считаем а теперь 37 воздушных петель поехали раз два три вот наш будущий образец далее что мы делаем 3 петельки подъема 1 2 3 теперь отсчитываем от крючка пятую петельку 1 2 3 4 5 накид вот в пятую петельку нырнули вытянули ниточку и провязали по 2 петельки 2 2 это столбик с накидом накид в следующую петельку цепочки точно также следующую косичку нырнули вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки 2 2 и так далее ныряем в петельку цепочки и провязываем столбики с накидом считаем если я получается набралась 37 воздушных петелек нужно получиться 37 столбиков с накидом а вы считаете сколько вы набирали то есть количество петелек и столбика должно совпадать и вот такой момент вот эти три петельки подъема который мы сами самый первый провязали это тоже имитация столбика с накидом то считаем как за столбик раз два три 4 5 6 7 столбиков я уже провязала давайте так вот до конца ряда провяжем с вами вместе здесь его встречаю договорились все не сложно давайте смотрите вот готов наш ряд столбиками с накидом далее что мы делаем 3 петельки подъема 1 2 3 поворот теперь 2 воздушные петельки по узорчику 1 2 то есть то получается 5 воздушных петель до далее идем смотрите 1 2 2 столбика пропускаем и в третий столбик будьте внимательны делаем накид нырнули непосредственно в столбик вытянули ниточку провязали 2 петельки стоп накид нырнули вытянули ниточку провязали 2 петельки стоп все держим на крючке точно также третий раз четвертый раз и пятый раз и у нас с вами получается 6 петелек на крючке так вот первые 5 провязываем вместе за раз остаются 2 петельки на крючке теперь 2 петельки вместе об вот у нас такой вот разновидность пышного столбика получилось далее 2 воздушные петельки опять пропускаем 2 столбика раз-два в третий столбик делаем точно также провязываем 5 столбиков с накидом с одной вершиной 1 2 3 4 5 и теперь у нас получается на крючке 6 петелек из 1 петелька зацепилась и сюда покажу вот видите 5 петелек и 6 вот и получается мы провязываем первые 5 петелек 2 петельки на крючке остаются теперь две петельки вместе об вот таким вот образом везде и так вот шагаем до конца ряда получается 2 воздушные петельки провязали 2 столбика пропустили и опять провязали 5 столбиков с одной верхушкой понятно то есть ничего сложного и так пошагали до конца ряда так 45 провязали 2 петельки зафиксировали поняли да вот у вас будет вот такой вот интересный рядочек все давайте до конца ряда в конце ряда я вас встречаю так смотрите вот наш рядочек красивый готов далее что мы делаем мы получается как заканчиваем ряд 2 воздушные петельки пропускаем два столбика и вот у нас три петельки подъема в третью петельку ныряем и провязываем просто один обычный столбик с накидом все ряд закончен далее воздушная петелька поворот и сюда же провязываем столбик без накида так дальше 2 воздушные петельки арочка ныряем в кара получается в арочку и провязываем два столбика без накида далее вот наша получается шишечка до наш пышный столбик за верхушечку беремся столбик без накида дальше опять арочка из двух воздушных петелек 2 значит столбика без накида опять цепляемся за верхушку наших столбиков на общую верхушку столбик без накида и так далее то есть поняли да в арочку два столбика без накида за верхушку один столбик без накида все не сложно давайте вот так вот до конца ряда а в конце ряда я встречаю договорились давайте вот наши горошинки назовем так готовы да что делаем дальше опять 3 петельки подъема 1 2 3 поворот и теперь смотрите внимательно делаем накид так и вот получается у нас здесь было два столбика 1 2 в 3 прям над верхушка дать им стол этого столбика ныряем вытягиваем ниточку провязываем 1 1 1 накид нырнули еще раз провязали точно так же 2 накид точно так же 3 в этот раз сделали всего лишь только три таких столбика у нас на крючке осталось 4 петельки точно также провязываем вначале 3 петельки затем оставшиеся 2 вместе провязываем вот такой как бы лепесточек формировался 3 воздушные петельки 1 2 3 возвращаемся сюда же к этому же столбику провязываем 2 точно такой же лепесточек 1 накид сюда же 2 накид сюда же 3 4 петельки на крючке провязываем начале первые три петельки остались две и последние две петельки у нас как бы вот такой вот лепесточек в разные стороны идем дальше пропускаем опять два столбика 1 2 и в третий столбик четко вот получается над нашим пышным таким столбиком провязываем обычный столбик с накидом вот видите как получается столбик лепесточки столбик дальше пойдут у нас лепесточки накид 2 столбика пропустили в 3 раз провязали 2 3 теперь все три петельки провязываем вместе остались две петельки теперь две петельки вместе 3 воздушные петельки и опять возвращаемся сюда же делаем второй лепесточек 1 столбик 2 столбик ну кому полустолбики до 3 теперь 3 петельки провязали 2 петельки провязали пропускаем 2 столбика и в третий столбик ныряем провязываем столбик с накидом все раз как бы с вами получается вот такие вот как бы кошечки до стеночка стеночка в окошечке 2 лепесточка видите стеночка стеночка в окошечке два лепесточка и вот так вот сжигаем до конца ряда не сложно давайте у вас получится смотрите вот лепесточки мы с вами провязали до идем дальше делаем получается одну воздушную петельку поворот и сюда же в этот же столбик столбик без накида есть а далее 2 воздушные петельки 1 2 и далее смотрите вот наша арочка из 3 воздушных петель мы ныряем эту арочку провязываем столбик без накида опять 2 воздушные петельки раз-два вот наш одиноко стоящий столбик да вот мы беремся за верхушку и провязываем столбик без накида 2 воздушные петельки 1 2 и опять арочка из 3 воздушных петелек ныряем нее делаем столбик без накида 2 воздушные петельки и столбик один стоит столбик вот мы за верхушку беремся и провязываем столбик без накида все вот мы делаем вот такие малюсенькие малюсенькие арочки вот до конца ряда не сложно не сложно давайте конце ряда я вас встречаю смотрите вот мы сделали наши лепесточки вот такой получается ажурчик красиво формируется идем дальше следующий ряд делаем одну воздушную петельку поворот и сюда же в этот же столбик шагаем и провязываем столбик без накида есть а далее смотрите делаем одну воздушную петельку накид и вот там столбик наш без накида который мы провязывали помните в арочку вот мы этот столбик ныряем и провязываем столбик с накидом 1 воздушная петелька сюда же опять возвращаемся столбик с накидом 2 воздушная петелька сюда же возвращаемся столбик с накидом 3 воздушная петелька и присоединяемся к следующему столбику вот там не надо столбик с накидом и над ним провязывали столбик без накида и вот в этот столбик провязываем столбик без накида и у нас видите формируется вот веерочек ажурчик наш продолжает расти а далее повторение опять воздушная петелька вот над арочкой до помните столбик без накида вот мы этот столбик ныряем и провязываем наш веерочек столбик с накидом 1 воздушная петелька сюда же столбик с накидом 2 воздушная петелька сюда же столбик с 3 воздушная петелька и присоединяемся к следующему столбику без накида столбиком без накида все и вот вас на ряд будет состоять вот таких вот нежных маленьких аккуратненьких верочков понятно несложно да все давайте вот так же до конца ряда а в конце да я вас опять встречаю так смотрите вот наши веерочки до формировались красивый ажурчик идем дальше опять 3 воздушные петельки 1 2 3 поворот и опять делаем 2 воздушные петельки 1 2 по узорчику и того на здесь получается 5 воздушных петель а дальше смотрите вот наш веерочек состоящий из трех столбиков 1 2 3 мы присоединяемся к самому центральному столбику и провязываем столбик без накида есть 2 воздушные петельки вот наш столбик без накида присоединяемся к нему и провязываем столбик с накидом то есть выравниваем краешек да он у нас был волнистым а мы вы сейчас будем делать аккуратненько ровным опять 2 воздушные петельки присоединяемся вот к центральному столбику нашего верочка и провязываем столбик без накида 2 воздушные петельки там где между веерочками был столбик без накида мы присоединяемся к нему провязываем столбик с накидом понятно вот видите краешек выравнивается будет красота все вот так вот несложно до конца ряда 2 воздушные петельки столбик без накида 2 воздушные петельки столбик с накидом и так далее здесь его встречаю так смотрите вот мы с вами выровняли краешек полностью так теперь что мы делаем дальше 1 воздушная петелька поворот и сюда же в этот же столбик столбик без накида дальность арочка состоящая из 2 воздушных петелек ныряем арочку провязываем 2 столбика без накида дальше идет столбик без накида мы его провязываем столбиком без накида опять идет арочка из 2 воздушных петель значит 2 будет столбика без накида то есть неких замудренностей дальше столбик у нас с накидом мы его провязываем тоже столбиком без накида понятно да и так далее арочка 2 столбика столбик 1 столбик арочка 2 столбика столбик с накидом 1 столбик без накида понятно то есть весь ряд у вас будет столбиками без накида точно так же как ряд который вас был после таких вот пышных столбиков все несложно давайте до конца ряда столбиками без накида в конце ряда я вас встречаю так смотрите вот рядочек вы провязали столбиками без накида дальше что мы делаем полностью по всем столбиком который у нас без накида 3 петельки подъема поворот мы по всем столбиком сейчас пройдемся столбиками с накидом понятно то есть вообще ничего сложного предыдущий ряд был столбики без накида а это на получается ряд начинается столбиками с накидом и таким образом мы с вами начинаем еще один вертикальный рапорт нашего узорчика помните да то есть самый первый ряд мы начинали сами столбиками с накидом вот он и есть столбики с накидом не сложно не сложно то есть дальше у вас будет только лишь повторение сейчас столбики провяжите ряд столбиками обратно возвращайтесь вот такими вот столбиками с одной общей верхушкой дальше провязывайте опять столбиками без накида обратно возвращаетесь лепесточки делаете обратно получается возвращаетесь маленький помните нас арочки были из воздушных петелек дальше вас идут ве ручки и опять воздушные петельки проходите столбиками без накида и опять будете начинать следующие опять вертикальный раппорт узорчика то есть перематывайте немножко назад и будь точь-точь повторять все то же самое понятно и у вас будет формироваться вот такой вот нежный красивый необычный ажурчик все давайте увеличим сейчас наш образец несколько рядочков то сейчас будем только повторять самого первого ряда без изменений все встречаемся через несколько рядочков так смотрите я получается провязала всего лишь только еще один вертикальный раппорт узорчика да ну и закончила столбиками чтобы было ровно вот два вертикальных раппорта гляньте какая красота вот такой вот ажурчик в копилочку ваших узорчиков нежно аккуратно да я думала что будет он двусторонним мне кажется что эта сторона выглядит намного симпатичнее она будет у меня лицевая но вы здесь наш выбирайте как вам больше нравится какая сторона если смотрите это у вас будет палантинчик наберите кромочных столбиков сколько хотите там 357 10 у вас будет ровно краешек вот так вот здорово здорово самое главное удобно что заканчивается ровно да ведь и даже там где были волны мы все равно это все выровняли за счет воздушных петель вот так вот он тянется и вот так вот он тянется красота красота давайте замерим и так получается я набирал 37 воздушных петелек если это же пряжа это же крючок это же плотность вязания допустим да то моем случае то получается вот 18 сантиметров здесь получается два вертикальных раппорта на плюс дополнительно один ряд столбиков это раз выровняю 15 сантиметров красота красота вот так вот ниточки конечно напоминаю еще раз можете брать совсем любые это может быть летний вариант топики маечки юбочки да это может быть зимний вариант там различные там возможно кардиганчики кофточки палантин чеки да вот надеюсь видео вам понравилось не забывайте ставить свои лайки обязательно пишите комментарии подписывайтесь на канал кто еще этого не сделал впереди много новинок нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить новинки или те друзьями с подружками сохраняйте себе в плейлисты чтобы посмотреть потом в удобное для вас время всем ровных петелек встретимся в новых видео пока пока